Доброго времени суток, мои друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о новшествах Diablo 3, а конкретно патче 2.4, где вы знаете Diablo и знаете, как тут иногда бывает весело. Удивиться с каждым разом у нас становится все сложнее, но разработчики, поверьте мне, очень стараются и это, кстати говоря, видно. Хотел написать вам какой-нибудь маленький текст и быстро рассказать о всех новшествах, но как-то не сошлось. Поэтому поехали! 12 января вышло обновление 2.4 и принесло с собой довольно много нововведений. Первый из главных для меня это старт нового сезона, который уже вот-вот начнется, но об этом чуть позже. Что же мы имеем сейчас? Как нам и обещали, мы получаем новую локацию Седой Остров. Она очень мрачная и таит в себе свои секреты. Далеко я заходить не стал, но идея мне уже понравилась. Красиво, сюрреалистично. В общем, то, что многие любят в Diablo. Спросите, что я имею в виду? Лично мне эти локации напомнили второй Diablo. Помните самое начало? Храмы, склепы и куча странных монстров. Все это мы вновь встретим и тут. Думаю, вам понравится. Спросите, как же туда попасть? Очень просто. Вам достаточно зайти на карту пятого акта или, если проще, Вестмарша и кликнуть на портал справа вверху. Но знаете, как оказалось, это не все. Помимо этой локации нам дадут еще две, до ныне скрытых от нас. Это зала Короля Леорика и Вечный Лес. В залах нас ожидает все та же атмосфера замка, но теперь мы сможем изучить ее еще подробнее, а не просто пробежав напрямик и взяв косточку. К слову, у замка есть свои секреты, так что ищите лучше, друзья мои. Что же касается Вечного Леса, в него мы попадаем из руин Сочирона. Для этого достаточно пройти не наверх, как обычно, а чуть правее по карте. Вечный Лес представляет из себя очень холодное и неприятное для многих место, но определенно завораживает своей белой красотой и обилием новых неприятностей на нашу жопу. Ну что ж, друзья, и это не предел. Разработчики решили немного нас вознаградить и таки дать возможность получить интересные плюшки за выполнение каких-либо заданий. Он не просто заданий, а так называемые комплектные подземелья. Вся их суть сводится к одному — выполнить данные в них задания. Но для того, чтобы туда попасть, вы должны собрать полный комплект доспех. Если кто не в курсе, то это такие доспехи, которые помечены зеленым цветом. В общем, собрав комплект, вы получаете подсказку, куда вам отправиться. А вы что думали, все будет легко? Не-е-е, все только начинается. Далее в режиме приключений мы должны найти то место, которое указано в подсказке. И после нам открывают портал в подземелье. Портал, кстати, будет зеленого цвета и там будет такая большая колонна. Ну думаю, вы найдете. После попадания в подземелье мы получим разные задания. Например, убить 100 монстров, не получив крит урона или пройти за отведенное время. Задания для каждого сета всегда будут одинаковые. Причем самих заданий будет сразу несколько. Часть заданий идет от самого комплекта, так что будьте внимательней. Но что самое интересное, разработчики заявляют, что смерть в таком подземелье даже на героическом режиме не будет иметь последствий. Сам я, правда, не пробовал и пока не хочу. Но за прошествие всех испытаний вы получите какую-нибудь награду. Например, флаги, эмблемы. Они даже специальные крылья обещают. Естественно, за простое прохождение без выполнения каких-либо заданий награды будут отличаться и будут менее привлекательны. Так что дерзайте, друзья мои, не добивайтесь успехов. Что же касается самого сезона, то и в нем нас ждут новшества. Одна из приятных плюшек это перерождение героя. Вам не придется создавать нового. Возьмите, например, свою старую Барбарицу Угу и вперед, в бой, друзья. То, что на ней было надето, отправится к вам на почту, к несезонным персам. Те же статы по киллам, часы игры и прочим вроде как сохранятся. Также, как только вы получите 70 уровень, не забудьте проверить вашу почту. Там будет лежать дар Хедрига. Открыв его, вы сможете получить два комплектных предмета для вашего класса. Неплохой подарок, не правда ли? А завершив 4 главы сезона, вы получите полный комплект частей классового сета. Также вам могут дать сплюшку в виде портрета, флага, крыльев и питомца Грута. Ну фиг знает, он мне его лично напоминает. Ну или энта какого-нибудь. И естественно, они перебалансили все сеты. Как всегда, что-то улучшив, а что-то наоборот убив. Такие дела. Но и это еще не все. Если вы прямо сейчас позвоните и за... Блин, чувствую себя как прямо в рекламе. В общем, если вы все еще не купили Reaper of the Souls, то у вас есть шанс получить дополнительное место в сундуке. Да, именно с таким условием дают доп-место. Плюс вы можете на самом деле получить за полное прохождение сезона место в сундуке, но я не знаю, работает ли это, если у вас нет Reaper of the Souls. По идее, нет. Потому что порталы открываются только после 70 уровня, а без Reaper его получается и нету. Такие вот дела. Поэтому бегите, покупайте. Что делать-то? Приходится. Вот так вот. Ну ладно, идем дальше. В общем, помимо всего прочего, появилась возможность покупать великие порталы. А точнее, улучшать VP. Что это вам даст? Вы каждый раз должны покупать улучшения. И от того, чем выше портал, выше цена улучшения. Так, например, цена на первый портал будет такая, а на портал, например, 60 уровня будет вот такая. В общем-то, за это вы получаете плюс 1 к возможности улучшения вашего гема. Как по мне, игра не стоит свеч. Проще пройти еще раз портал и получить награду. Этот один раз дается вам просто так. То есть вы не сможете его купить и 100% проапгрейдить камень. Эта доп-попытка имеет тот же процент, что и оставшиеся 3. Но и тут есть но. А ведь в кубе появился новый рецепт на улучшение древних предметов. И вот для этого рецепта нам и потребуется большое количество хорошо прокачанных камней. За счет этого вы можете нехило так поднять мейнстат своей экипировки. Например, для оружия вам потребуется камень начиная от 30 уровня. И в общем, если вам некуда девать деньги, то всегда, пожалуйста, улучшенные порталы к вашим услугам. А теперь по мелочам. Давайте расскажу вам, что добавили из не сильно крутого, но тем не менее приятного. Например, крестоносцам очень повезло. Им добавили хороший камень, который называется чип боярский. Он усиливает атаку шипов, а значит за креста станет играть довольно весело. Особенно учитывая хороший билд в этом патче на крестоносца. Также добавили дополнительные плюшки, как например за убийство более 15 монстров вам начинают начислять бонус. Чем больше монстров вы убиваете, тем больше получаете опыта за всю цепочку убийств. Но при этом, после достижения 70 уровня, ваши гемы на опыт и шмот, который дает бонус к опыту, теперь не будут иметь особого значения. Ибо теперь вы получаете с них в 10 раз меньше опыта после достижения 70 уровня. Есть еще и бонус за разрушение объектов. Он дает увеличение скорости. Наконец нам добавили много новых поручений. Новых фишек, например, какие-то красные порталы и задания. Также теперь на карте стали на расстоянии отмечаться ключники, а значит вам не придется их очень долго искать. Появилась табличка изменений характеристик, но, если честно, я малость не понял, как именно она все это вычисляет. Также добавили шкалу применения способности бафов, например, поступ духа у колдунов. Еще они обновили шкалу доп. опыта. Когда вы пьете из желтого колодца, ваша полоска опыта окрашивается в желтый цвет. И теперь вы всегда знаете, что вы под бафом. Еще они теперь объединяют часть бонусов под одну рамку, что экономит место, но, как по мне, не имеет особого значения. Наконец-то они изменили цвет дыхания смерти, его вид, собственно, тоже. Теперь его спокойно можно отличить в этом желтом безумии шмота. Как по мне, самое печальное нововведение это смена нашей любимой перчатки в виде курсора. Теперь ее с нами не будет. Ибо курсор теперь выглядит как обычный. Также Blizzard решили убрать большие цифры урона, и теперь мы критуем цифрами из трех чисел. Вот такие вот дела, друзья мои. Надеюсь, теперь вы знаете, чего ждать от Датри на этот сезон, и вы будете довольны, бегать по подземелям, закрывать все более высокие уровни ВП. Как по мне, патч выдался вполне отличный и будет довольно интересным. Ну а с вами, как всегда, был я, Дезертир. До скорых встреч, друзья мои.